здравствуйте мои дорогие я решила записать это видео совершенно неожиданно для себя самой так же как и сама информация пришла совершенно неожиданно на энергетика и посыл были очень направлены и я чувствую что этим необходимо поделиться именно сейчас годовщину рождения и гибели нашего Игоря Талькова в память об этом замечательном человеке всеми любимом композиторе и певце в разу ушедшем от нас но сделавшим так много для всех кто его слушал и знал несколько дней назад я увидела видео ссылку на песню Талькова я вернусь и подумала что давно его не слушала и нажала на линк оказалось это было ровно две недели после годовщины его смерти и две недели перед годовщиной его рождения и дальше все понеслось как в водовороте эмоции откровения открытия я пыталась понять почему именно сейчас и в чем важность этого момента 31 год спустя меня очень сильно подталкивал взглянуть на его галактический гороскоп а именно связи с другими звездами и звездными расами и именно об этом я и хочу сейчас рассказать и показать какие созвездия и звездные расы были в натальной карте Талькова и карте на момент смерти многие астрологи стали замечать прямую зависимость от положения некоторых звезд и возможную связь с разными звездными расами в предыдущих воплощениях и набирать силу так называемая галактическая астрология пример которой я и предлагаю вашему вниманию надеюсь кого-то это заинтересует как я нашла ответы на многие вопросы для себя я сравнил его натальную карту смерти здесь трудно что-то придумать или домыслить оно все в его карте по всем астрологическим астрономическим правилам для тех кто хочет увидеть он увидит я увидела и даже больше чем ожидала напоминаю это моя личная интерпретация расскажу только о самых главных позициях его картах которые меня еще больше вдохновили их отзывают высшие миры помните предлагаю вашему вниманию две карты виде таблицы слева дата рождения справа смерти точное время я нашла в интернете но для данного расчета точное время не настолько важно поскольку влияет только на две точки асцендент и середину неба третья и шестая позиция для астрологов их можно не учитывать для цели данного видео представлены только два наиболее важных аспекта соединения и оппозиция и даже только с ними посмотрите сколько звезд особенно в карте смерти такое очень редко бывает чтобы понять как читать идем по планетам слева самое первое наверху солнце скорпионе седьмом доме в оппозиции к звезде альмак со звездой андромеды следующая луна стрельце седьмом доме в оппозиции к звезде геадум 1 со звездой геады и так далее в галактической астрологии соединение означает потенциальную инкарнацию на одной из планет на орбите данной звезды и проявление черт характером для такой расы в раннем возрасте а позиция также потенциальной инкарнацию на 1 из планет но проявление характерных черт более позднем возрасте понятно что для конкретных утверждений необходима детальная трактовка всего гороскопа Созвездие Андромеда в соединении или оппозиции к Солнцу, Асценденту, Меркурию и Нептуну указывает на сильное влияние энергии этого созвездия в жизни Игоря Талькова. И особенно Нептун указывает на потенциальную инкарнацию в этом созвездии вокруг звезды Мирах в очень далеком прошлом или еще более конкретно как одна из первых инкарнаций в нашей галактике, а также последующих инкарнациях в этом созвездии. Андромеда – место одних из самых развитых рас в нашей галактике, более высоких измерений, отвечающих за поддержание мира и эволюцию других рас. Созвездия Центавра и Плея на лунных узлах. Узлы помогают понять путь эволюции каждого человека, багаж из прежних воплощений и кармическое направление в этой жизни. Обратите внимание на Раху и Кету. Так вот, у Игоря Талькова они переплетены с энергиями Альфа Центавра и звездами Плеяд. Народы большей части нашей Земли, а именно коренной населения, из поколения в поколение передавали знания о происхождении человечества от космических людей, в частности из созвездия Плеяд. Южная и Северная Америка, Австралия, Азия, включая Сибирь, где шаманы почитают и чествуют Плеяды тысячелетиями до сих пор. Наверное, они знают, о чем они говорят. Так вот, у Игоря эти два удивительных созвездия представлены во всей красе. По широко распространенным и известным данным, Плеяды населены расами, очень похожими на людей и присутствующими на Земле испокон веков, в предыдущих цивилизациях, включая Атлантиду, Лемурию и т.д. Центавр. Звезды Центавра – похожая информация, только здесь расы идентичны людям на Земле, отличить невозможно и давно живут среди нас в том числе. Они также связаны и присутствуют во внутренней Земле, если кто знает, о чем я говорю. Сверхскопление Шепли. Аттрактор Шепли у Талькова в соединении с Нептуном. Учитывая, что это самое большое и известное на данный момент скопление галактик, и аттрактор Шепли – это массивная черная дыра или аномалия, по словам астрономов, вопрос для кого? Вокруг которой движутся все остальные галактики, включая наш Млечный Путь. Да, вот эта маленькая красная точка в центре. С астрономической точки зрения это трудно объяснить. С эзотерической – попробуем отнести это к сердцознанию, которое человеческий разум не в силу даже воспринять, не то что объяснить. Да и не надо. Главное, что если человек родился, у которого планета Нептун, в очень упрощенном объяснении, отвечающее за подсознание и все мистическое, находится в соединении с самым мощным энергетическим центром, неподвластным разумом. Мы можем только предполагать, какими силами и возможностями обладал такой человек, и кто поддерживал его в его миссии. И этот же аттрактор Шепли именно сейчас в соединении с Солнцем, в день солнечного затмения, 25 октября 2022 года. И именно в этот день я села строить и сравнивать карты, первого и последнего дня Талькова. Поэтому и видео, именно сейчас. А вот теперь самое интересное. Не могу передать, что я испытала, когда я это увидела. С правой стороны расчет на момент смерти. Посмотрите, какое скопление звезд. Он знал, что уйдет, и ждал этого. И смотрите, как звезды указали путь. Больше всего присутствие Лиры, и именно на этом я сконцентрируюсь. Созвездие Лиры – это колыбель человечества. Столько книг уже написано по этому поводу. У Талькова Лира в соединении с Нептуном, Ураном, Лилит и на узлах. У него также Сириус на узлах и с оппозицией с Нептуном. Звезда Вега в созвездии Лиры и звезда Сириус в созвездии Большого Пса находятся в оппозиции друг к другу и образуют так называемые звездные врата Веги и Сириуса. Вега в нижнем левом углу. Когда обе звезды ярко представлены в чьей-то карте, такой человек руководствуется высшими идеалами и олицетворяет высшее сознание. В данном случае я вижу, что эти врата открылись специально для него, и он ушел через них, созвездие Лиры. Он пел «Их отзывают высшие миры». Судя по звездам, даже его уход был скоординирован. Мы все знаем, что он ждал и знал. У Викарты Талькова перенасыщены звездами. Человек удивительной судьбы и уникального наследия, включая наследие многих звездных рас. Если это кому-то поможет понять, особенно тем, кто вырос на его песнях, источник его силы и духа, для этого я поделилась своими откровениями. Светлая память. Игорь Талькова. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев. И повержены в бою я воскресу и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Меня зовут Марина. Я создала это видео за две ночи, не имея никакого опыта по созданию видео и открыла канал на ютубе специально для этого, отменив все другие планы и проекты. Я понимала, что очень важно поделиться этой информацией именно сейчас. Если вам понравилось видео и вы заинтересовались, вы можете заказать галактический гороскоп и другие услуги на моем сайте. Ссылка внизу. Мой сайт только на английском языке в настоящий момент. Если моя трактовка показалась интересной, пишите в комментариях. Кто знает, может я начну записывать больше видео, делиться своими знаниями на этом канале. Мира и добра желаю всем.